Прощай, КАМАЗ. В России новая беда. После того, как Путин развязал войну с Западом и сделал Россию младшим партнером Китая, российский рынок стали захватывать китайские товары, которые теперь вытесняют с него не только западных производителей, но и российскую продукцию. Очень показательная история произошла с российским заводом КАМАЗ, доля которого на российском, на внутреннем рынке, рухнула в два раза, потому что российский рынок у КАМАЗа отжали китайские грузовики Цитрак. Российские патриоты, которые еще недавно нахваливали китайских братушек и убеждали свою аудиторию, что Китай это вообще для России лучший партнер и друг, теперь чего-то уже приуныли. К примеру, известный российский пропагандист Караулов, который в 2022 году приветствовал вторжение в Украину, а потом почему-то сбежал в Дубай, теперь рассказывает, что ситуация для России очень тяжелая, и если так пойдет дальше, то российские заводы могут вообще загнуться. Приходит подтверждение, что КАМАЗ, у КАМАЗа проблема как у великого, советского, еще советского, гражданского бренда. Ой, а что случилось? Был же такой успешный завод до 2022 года, а теперь какие-то проблемы начались. Наверное, что-то произошло такое в 2022 году, да? Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков в первом полугодии 23-го упала вдвое. С 40% до 20% от всех продаж отжимают КАМАЗ китайские грузовики. Ну, просто решили лечь под Китай, и теперь рынок отжимают китайские грузовики. Странно, отличной же была идея стать вассалом Си Цзиньпина. Что же могло пойти не так? Но ведь этот Китай среди грузовиков, Ситрот, некоторые называют его Ситрак, в начале прошлого года вообще не имел доли на российском рынке, а сегодня за год оказался в лидерах. Вот как такое может быть? Ну, вы знаете, такое может быть, когда полоумный выживший из ума диктатор развязывает войну со всем цивилизованным миром, одновременно с этим ставя свою страну в зависимости от Китая и делая Россию его сырьевым придатком. Коммерческие заказчики выбирают сегодня китайские машины, потому что они дешевле, а главное, меньше требуют топлива. Тот неловкий момент, когда российские патриоты думали, что Китай сейчас поможет России поднять промышленность, Китай будет поставлять комплектующие на российские заводы, чтобы они исправно работали, ну, внезапно выяснилось, что китайцы не идиоты и не будут сами себе выращивать конкурентов. Они не заинтересованы в том, чтобы поддерживать и развивать промышленность в какой-то другой стране. Они, представьте себе, заинтересованы в том, чтобы поддерживать своего китайского производителя, помогать ему сбывать товары и укреплять, соответственно, свою китайскую промышленность и свою китайскую экономику. Вот это открытие для российских патриотов. Но дальше их ждал еще более страшный удар. Оказывается, российский бизнес тоже не патриотичный. Представляете, он не хочет работать себе в убыток и покупать какой-то шлак, а предпочитает покупать надежную, качественную продукцию, и поэтому выбирает китайские грузовики, которые более качественные и надежные, чем КамАЗ. Как не патриотично. Все ожидаемо, к сожалению. Все ожидаемо. Но почему-то люди, которые этого ожидали, присмыкались перед Путиным и одобряли его политику, которая до этого и довела. Прощай, КамАЗ. Прощай, КамАЗ. Прощай, здравый смысл. И знаете, вот самое потрясающее, что это же все делают. Не какие-то агенты Запада, не какие-то вот шпионы, прокравшиеся в российскую власть, которые специально хотят там в угоду Западу Россию развалить. Нет, все это делают российские патриоты своими руками. Причем, как мы видим, они-то вроде и понимают, что происходит. Ну, они видят, что российская экономика загибается, что все происходящее Россию не укрепляет, не помогает России производить какие-то новые товары, развивать свое производство. А наоборот, Россия просто попала в зависимость от Китая, и Китай эксплуатирует своего российского вассала просто как хочет, добивая остатки российской промышленности. Российские патриоты все это видят, но вместо того, чтобы ну просто прекратить это безумие, спасать то, что осталось, они призывают все, давайте до победы. Дальше продолжаем, продолжаем еще сильнее. Штурмуем разваленные Авдеевки, штурмуем разваленные Маринки, плевать на тот КамАЗ, плевать на все заводы. То есть они реально не успокоятся, пока свою собственную страну не добьют. И повторюсь, это делают не американцы, не какие-то враги России, которые там, значит, где-то задумали какой-то заговор. Это все делают россияне сами, своими руками и под патриотическими лозунгами. Ну, какой, в принципе, будет результат, я думаю, всем уже понятно. Друзья, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки, комментарии. Это поможет видео получить больше охвата.